МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа новости Сургут-24. Здравствуйте, меня зовут Ефим Ишимцев. В начале выпуска коротко о главных темах. В Думе Югры и Сургутского района прошли первые заседания в обновленном после выбора и в составе. Названы имена председателей. Движение по новой дороге в крупнейшем городе Югры откроют в середине октября. Еще одну магистраль введут в эксплуатацию до конца года. И 11-классница из Сургута стала участницей уникальной экспедиции в Арктику. Своими впечатлениями школьница поделилась с нашей съемочной группой. Председателем Думы Сургутского района седьмого созыва стал депутат из Лентора Анатолия Семенника. На этом посту сменил Валентин Полторацкий. На первом заседании парламента за него проголосовали 12 народных избранников. Воздержались двое. Валентин Полторацкий в этом году избрался в парламент муниципалитета уже в третий раз. Депутат поздравил коллег с началом работы седьмого созыва и поблагодарил их за оказанное доверие. Вместе с тем спикер рассказал о целях и задачах на новом посту. У каждого из депутатов, когда еще были кандидатами, были свои программы, свои цели, свои задачи, которые перед жителями все-таки были их выступления. Были много вопросов, были наказы. Поэтому я считаю, что именно мы должны аккумулировать в одно производство все вот эти наказы и совместно с администрацией Сургутского района, с администрацией поселениями в течение всех пяти лет мы должны их выполнить на сто процентов. На первом заседании Думы Сургутского района седьмого созыва парламентарии объявили конкурс на должность главы муниципалитета. Выбрали и членов конкурсной комиссии, которая в эту субботу начнет прием документов от кандидатов. Заявку можно подать в течение двух недель. Напомним, срок полномочий действующего главы Андрея Трубецкого истекает в этом месяце. Кто возглавит районную администрацию, станет известно 29 октября. Напомню, ранее действующего руководителя муниципалитета в стремлении пойти на второй срок поддержала губернатор Югры Наталья Комарова. В столице округа сегодня состояли сразу два заседания Думы Югры. Они стали первыми для народных избранников седьмого созыва. Депутаты единогласно одобрили кандидатуру спикера. Уже в третий раз кресло председателя занял Борис Хохряков. Его заместителями, также большинством голосов, избраны Наталья Западнова и Владимир Семенов. Первое заседание открыл и вел старейшина окружного парламента Еремей Айпин. Мой коллега Виталий Торопов продолжит. Приветствовал думцев губернатор Наталья Комарова, которая предложила в первую очередь поздравить аплодисментами Владимира Путина, президента России. Ему сегодня исполнилось 69 лет. Также, что еще хочу отметить, Наталья Комарова призвала новый состав парламента продолжить содействовать устойчивому развитию всех муниципалитетов и округа. Она продолжит практику встреч с депутатами и фракциями всех партий. И к настоящий момент уже внесены 11 законопроектов, над которыми придется работать парламенту. Утверждены составы комитетов, Дум, постоянная комиссия по регламенту вопросам депутатской деятельности, этики, ассамблея, представители коренных малочисленных народов Севера Думы. Они сегодня работали в перерывах между двумя заседаниями. Напомню, сегодня два заседания было окружной Думы. Ну а все детали мы обязательно расскажем в вечернем пятничном выпуске новостей. В Ханты-Мансийске открылся Югорский промышленно-инвестиционный форум. В выставочных павильонах Югра-Экспо развернули презентации 49 предприятий округа. Параллельно в конференц-зале начал работу круглый стол. На сессию заявились более 500 участников. Среди спикеров, как в очном, так и в онлайн форматах, выступили представители крупнейших ритейлов страны. Это «Магнит», «Лента» и другие. Форум посетили губернатор Югры Наталья Комарова и президент Общественного объединения «Опора России» Александр Калинин. Наша съемочная группа работает на форуме. Подробный материал о том, чем югорские промышленники нас удивлять будут, смотрите в итоговой программе «Новости главное» уже в это воскресенье. Информация для автомобилистов. 7 и 8 октября на мосту Черезопь в районе Сургута организовано реверсивное движение. Ограничения действуют с 10 утра до 7 вечера. Как поясняет управление автомобильных дорог, временные неудобства связаны с заменой износившегося асфальта. Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом этой информации. Напомним, что ремонт полотна на переправе начали еще в середине лета. Сначала его перекрывали ночью на 5 дней. После движение ограничивали днем, из-за чего многие автолюбители жаловались на многокилометровые пробки. Луж больше не будет. На отремонтированном участке дороги от Федорова до Геологической по улице Мелик-Карамова установили 29 ливнеприемных колодцев. Раньше канализации там не было совсем. И после дождей улицу подтапливало. Помимо ливневок, также обновили более 500 метров асфальтобетонного покрытия. Изначально планировалось, что работы завершат к сентябрю. Однако, когда проезжую часть разобрали, подрядчик обнаружил в ее основании монолитные блоки. На их уборку понадобилось больше времени. Со вчерашнего дня по Мелик-Карамова открыли движение. Осталось только нанести разметку. Работы прошли в рамках возведения дороги 1З. Ее тянут к Югорскому тракту. Продолжение улицы Геологической ожидается, сдадут в середине ноября. В Управлении капитального строительства Сургута пообещали, что движение по новой транспортной артерии запустят в декабре. Работы по геологической продолжаются. Остались работы по примыканию непосредственно к перекрестку Смели-Карамова, асфальтирование, а также инженерные сети. Работы будут проводиться в соответствии с графиком. В этом году осуществим год по улице Геологической в декабре месяце. Завершилось в Сургуте строительство еще одной долгожданной дороги 5З. Новая улица позволит разгрузить Грибоедовскую развязку и даст автомобилистам возможность напрямую выехать от Толстого к Тюменскому тракту. На данный момент объект уже принят и готовится к открытию. Возводили транспортную артерию в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ее протяженность более 900 метров, стоимость почти 560 миллионов. По улице Толстого это 5З, строительство дороги от перекрестка Крылова до Нефтьюганского шоссе. На данный момент все работы завершены, то есть 100%. Мы приняли 30 сентября. Сейчас мы оформляем документы по вводу объекта в эксплуатацию. Ремонт городской поликлиники номер один завершен на 70%. Напомним, зданию на студенческой 18 уже более 35 лет. Раньше здесь располагалось общежитие, позднее строение перепрофилировали. По конструктиву пошла трещина и в окружной дирекции по эксплуатации служебных зданий решили не только укрепить корпус поликлиники, но и изменить помещение. Расширили регистратуру и холлы поликлиники. Остается закончить косметический ремонт лестничных пролетов. Также выполнены работы по усилению конструкций здания. Реконструирована крыша на финишной прямой формирования трех входных групп. Центральный, со стороны стоянки и входа в ковидный центр. Ожидается, что строители покинут объект весной следующего года. До весны следующего года все-таки фасад уже полностью закончит. Обшивку мы получим. Во-первых, самый главный результат – это энергоэффективность, то есть это экономия и на теплоэнергии, на отоплении здания. И будет тепло внутри самого здания. Самое главное – будут сделаны входные группы из-за того, что входные группы не соответствовали, скажем так, стандартам и СНИПам для работы в северных условиях. В Сургуте сотрудник подрядной организации едва не оказался под завалами в яме, которую сам и копал. ЧП произошло в четверг около двух часов дня недалеко от 16-го дома на проспекте Ленина. Как удалось выяснить съемочной группе нашего телеканала, там тянут водовод. Занимается этим частная подрядная организация, которую привлек Горводоканал. По предварительной информации, рабочий копал на объекте канаву. Выбираясь, оступился, его засыпало песком. Коллег на месте не оказалось. Выбраться мужчине помогли прохожие. Они же вызвали полицию и скорую помощь. Рабочего осмотрели медики. Он, как рассказали журналистам на месте, отделался испугом. Перебегал в неположенном месте. В Сургуте иномарка сбила пешехода. Авария произошла в четверг около половины четвертого на 30 лет победы. По предварительной информации, мужчина припарковал свое авто в остановочном кармане для общественного транспорта и перебегал на противоположную сторону дороги. На крайней правой полосе сургутянина сбила ехавшая легковушка «Хёнде». Удар пришелся в левую часть авто. Повреждены лобовое стекло и крыло. Пострадавшего в больницу для осмотра доставила бригада скорой помощи. По факту аварии ведется следствие. Выбрали лучшего из лучших. В обществе «Газпром Трансгаз Сургут» определили образцового машиниста технологических компрессоров. Кто оставил позади более сотни конкурентов, набрал максимальное количество баллов и громко заявил о себе, знает Кристина Скворцова. Ответственность, дисциплинированность, внимательность деталям, готовность работать в суровых климатических условиях. Это набор тех качеств, которыми должен обладать машинист технологических компрессоров. Все участники смотр-конкурса «Газпром Трансгаз Сургут» соответствуют этим критериям. Они уже заявили о себе, стали лучшими в своих структурных подразделениях. В финале принимает участие 18 конкурсантов. Здесь уже в Сургуте, сейчас мы проводим второй этап, и наша задача определить здесь лучших из лучших. Применить к ним критерии оценки соответствующие. Это и время, и последовательность действий, и правильность действий, и полнота, и соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности. Для того, чтобы обойти соперников и набрать заветные 200 баллов, конкурсантам предстоит пройти теоретический тест из 100 вопросов. Продемонстрировать навыки оказания первой доброчебной помощи, провести сердечно-легочную реанимацию на манекене. И, конечно же, показать все навыки и умения на практике в двух заданиях. Так, на узле замера газа необходимо выполнить перестановку шарового крана. При выполнении этого задания он столкнется с сложностью, с такой, что сразу у него этого не получится сделать, ввиду того, что заложены дефекты. Кран попросту выведен из строя. По газу и по маслу. Участнику требуется применить аварийный комплект по перестановке шаровых кранов. Действовать нужно уверенно, не нарушая технику безопасности. На выполнение задания отводится 25 минут. Их оказалось недостаточно первому конкурсанту из Ярковского линейного управления Сергею Котлову. Несмотря на семилетний опыт в профессии, участник признался, не просто было преодолеть волнение перед комиссией, да и само задание оказалось слишком сложным. Выполнял впервые, поэтому получилось, скажем так, не очень. Второе – более знакомое задание. И думаю, что с ним справился получше. Второй этап практической части проходил на узле очистки газа. Здесь участникам предстояло в течение 15 минут выполнить административно-производственный контроль, произвести обход объекта, выявить дефекты, все замечания зафиксировать в обходной лист. И жюри оценивало корректность и полноту действий. Ваша задача при обходе выявить замечания, несоответствия, дефекты оперативного характера, не строительного. Все, что связано с обозначением, нумерацией, наличием, отсутствием. Владимир Тарганов из Вангопуровского линейного управления всего три года в профессии. Это его первый опыт участия в смотр-конкурсе. Испытаний не боится. Уверен, что хорошо знает свое дело. Ведь подобную работу он выполняет каждый день. Он полностью связан с нашей основной производственной деятельностью. Ну, интересный. Есть возможность получить какой-то опыт, пообщаться с другими конкурсантами, обсудить какие-то общие вопросы. Значит, это новое. По итогам испытаний опередил всех конкурентов сургутянин Дмитрий Жиденко, представлявший Агановскую промышленную площадку. На финишной прямой ему уступил новоуренгоец Михаил Куршунов из Заполярной. Замкнул тройку лидеров 20-го смотра конкурса Дмитрий Мальшин из Приобской промышленной площадки сургутского линейного управления. Кристина Скворцова, Юрий Чанцев, Сургут, Интерновости. Первая из шести. В Высоком Мысу открыли молодежную резиденцию. Центр оборудовали по последнему слову техники, потратив на это 6 миллионов рублей. Пространство для досуга и обучения разделили на три зоны. Поэтому, уверяют специалисты, каждый сможет найти, чем заняться. На открытии побывала и наша съемочная группа. Открытие молодежной резиденции для юных жителей Высокого Мыса – событие долгожданное. Ведь места, где можно провести свободное время, в поселении не было. Центр разделен на три зоны – каворкинг, медиа и кибер. Последнее особенно понравилось ученице Высокомысовской школы Еве Нерадовских. Ведь девушка в будущем планирует связать свою жизнь с IT-направлением. Здесь хорошая техника, поэтому можно сюда после школы приходить и подготовиться, например, к экзаменам, изучить, повторить какой-то язык программирования. В медиазоне, кроме оборудования для фото и видеосъемки, есть биологическая лаборатория. В ее основе гидропонная экосистема. Она позволяет вырастить саженец без использования земли. Питает растения специальный раствор. Вот такие микробоксы, в которых создаются специально при помощи датчиков микроусловия. Все компьютеризировано, подключено к компьютеру. Помогает это отслеживать. То есть не надо каждый раз менять там что-то, устанавливать. Выбрали режим, автоматически устанавливается. Температура, влажность, количество кислорода. За количеством питательных веществ, раствори в датчике все это следят. Начать изучение агробионаправлений планируют с выращивания микрозелени. После хотят перейти на цветы, которые после высадят на территории школы. Микробоксы также оборудованы видеокамерами, на которые можно записать весь жизненный цикл растения. Позаботились чиновники и о том, кто будет погружать молодежь в сферу садоводства. Мы заключили соглашение с Тимирязинской академией города Москвы, чтобы педагоги, которые работают в Сургутском районе и в районном центре дополнительного образования, где у нас как раз уже второй год ведется данный кружок, проходили курсы и экскурсии. Вот первая экскурсия у нас будет буквально совсем скоро. Это онлайн-экскурсия в лабораторию колонального микроразмножения растений. В каворкинг-зоне есть все для отдыха и генерации идей в неформальной обстановке. Настольный футбол и хоккей, игровая приставка, телевизор. На открытии резиденции был и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Подписал для молодежи открытку с пожеланиями. Также руководитель муниципалитета дал понять, что этот центр – лишь начало. Для меня, чтобы это было основательнее. Чтобы если поставили эту гидропонную станцию, то есть это была нормальная аудитория, где дети могли бы заниматься не только какими-то прикладными вещами, но фундаментальными. То есть если уж делать, то делать основательно. Я за то, чтобы под каждое направление было отдельное помещение и база. Всего в Сургутском районе планируют открыть шесть молодежных резиденций. До конца года центры для досуга и обучения откроются в Рускинской, Угуте и Локосово. Валерия Кудрявцева, Сергей Кондаков, Сургут Интерновости, Высокий Мыс. Квинтэссенция творчества. В городском поселении Барсова стартовал второй открытый форум режиссеров любительских коллективов. Участие в нем принимают 35 постановщиков из 15 муниципалитетов Югры. В числе преподавателей – театралы из Москвы и Санкт-Петербурга. Форум продлится 10 дней. За это время участники поставят два спектакля. Один по произведению Чехова, второй – пластический. Посмотреть их сможет любой желающий. О месте и дате проведения организаторы сообщат ближе к 15 октября в группе во ВКонтакте «Район культурных событий». Я вижу, что люди творческие, люди мотивированные, люди приехали сюда, чтобы научиться, чтобы что-то сделать. Это всегда подкупает. И это всегда стимулирует тебя самого на то, чтобы больше дать. Мало того, у них чему-то может научиться интересно, потому что все взрослые люди. У всех свои коллективы, конечно, все режиссеры. Поэтому я надеюсь, что наше творческое общение будет плодотворным, взаимообогащающим и приведет к какому-то результату. Одиннадцатиклассница из Сургута стала участницей экспедиции в Арктику. Уникальное путешествие прошло в рамках просветительского проекта «Ледокол знаний». 80 юных интеллектуалов со всей страны добрались до Северного полюса. Увидели берега архипелага земля Франца Иосифа, настоящие айсберги и белых медведей. Побывавшая на экскурсии школьница поделилась с нами своими впечатлениями. Настя Авазбакиева – ученица гимназии имени Фармана Салманова. Удивительное путешествие в Арктику стало наградой и финалистом конкурса «Ледокол знаний». Всероссийское соревнование школьников, интересующихся наукой, культурой, историей, живописью и спортом, тех, кто любит путешествия, исследования и новые знакомства, организует госкорпорация «Росатом». Анастасия включилась в борьбу в сентябре прошлого года и вошла в число 80 лучших. Эти юные интеллектуалы получили путевки на Северный полюс. Если честно, то стала завидно, когда я прочитал ее статью, которую написала на сайте гимназии официальном. Она столько всех фоток радостных выставила, улыбок. Видеть, где она стоит прямо на Северном полюсе, самому хотелось такое испытать, но победила она. «Очень интересно с ней общаться, видеть ее точку зрения, то, как она видит вещи своими глазами и ее рассказы о Северном полюсе, о тех людях, которых она там встретила. Это замечательно». Стартовал ледокол со школьниками на борту из Мурманска. Хотя сам город гостям увидеть не удалось. Три дня пришлось провести в карантинной зоне. И, к сожалению, рассказывает Настя, у нескольких ребят из-за недомогания поездка сорвалась. «Мы приехали к порту города Мурманска. Сразу увидели огромное оранжево-желтое судно. Представьте, оно 159 метров в длину. Огромное. Просто оно не вмещалось ни на одну фотографию. Ледокол может проламывать льды до трех метров в толщину. Когда мы, конечно, в льды зашли, нас начало потряхивать очень сильно». На борту для ребят были созданы максимально комфортные условия. Удобные каюты, зоны отдыха, библиотек, бассейн. Во время путешествия ребятам читали лекции, рассказывали о научной работе, посвятили в открытые тайны Арктики, обсудили загадки Вселенной, глобальные проблемы человечества и новейшие информационные технологии. Скучать участникам экспедиции не приходилось, но самые яркие впечатления были все-таки за бортом. «За время путешествия дважды побывали у берегов земли Франции Иосифа. Там невероятные виды, и мы увидели там медведей. Заплывали в залив Эссена. Вот там их было очень много. Сразу за двух бортов по несколько животных. И капитан ледокола Дмитрий Лобусов сказал, что в этот залив ледокол атомный еще ни разу не заплывал». Экспедиция побывала на Северном полюсе в географической точке 90 градусов Северной широты. Путешествовали школьники в августе, и ребятам повезло. Попалась подходящая по толщине льдина, и все смогли прогуляться за пределами ледокола. «Совершили там самое быстрое кругосветное путешествие, взявшись за руки. И вечером до нас было организовано барбекю самое северное, и нас угостили мороженым. Конечно, очень много впечатлений. Я познакомилась с потрясающими людьми. Внала много нового из тех лекций, которые для нас читали. Наверное, стала больше самостоятельной немножко в каком-то плане. Поскольку там не было связи, вообще ни интернета, ничего. Вот это был такой эксперимент. В общем, без интернета жить можно». Настя учится в 11-м классе. Давние хобби-танцы пока пришлось отложить. Предстоит серьезная подготовка к ЕГЭ. О путешествии девушки к Северному полюсу одноклассники узнали лишь накануне события. Впрочем, не удивились. «Да, мы поверили сразу. И для меня лично честь учиться с Настей, потому что она очень целеустремленная и не по годам рассудительная. Поэтому мы очень любим ее». Школьники, вернувшиеся из полярной экспедиции, все сплошь умники и умницы. Победители всероссийских интеллектуальных конкурсов, олимпиад и соревнований, участники национальной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Настя Авазбакеева тоже обладательница отличного портфолио. Но самое большое ее увлечение – история. Теперь, когда путешествие к Северному полюсу улеглось в личную копилку воспоминаний, наша героиня мечтает побывать в Карибском море. Оксана Ярославцева, Сергей Кондаков, Сургут Интерновости. На этом выпуск новостей завершен. Я благодарю вас за внимание. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте indifisnews.ru. До встречи в эфире. Марина Федонкев в комедии «Сюрприз». 13 октября. Филармония. Покупать или продавать квартиру с агентством РИЦ – это быть уверенным в чистоте сделки, получить доступ к уникальной базе объектов. С вами работает только один риэлтор. Вы уверены в том, что получили действительно лучшее предложение в городе. Покупать или продавать квартиру с агентством РИЦ – значит быть спокойным. В магазине «Обои-центр» большой выбор тканей. Тюль, портьеры, вуаль, шторы, гардины, карнизы. Более двух тысяч видов. Бесплатный подшив по размерам. Приходите ежедневно с 10 до 8. Специализированный магазин «Обои-центр» на Сергея Безверхова 2. Через 100 метров поверните налево. Пицца-фабрика. Доставка от 30 минут несмотря ни на что. Пока козлята играли дома, одни злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умный домофон и Телеплюс помогают. Карапуз. Для суровых сибирских морозов модная и уютная детская одежда «Олдос». С магазинами «Карапуз» точно не замерзнешь. Радио Энерджи. Международное радио для продвинутых молодых людей. Нас слушают модные, стильные потребители качественной музыки. Радио Энерджи. Это европейское качество. Проекты с участием мировых звезд жоу-бизнеса. Авторитетный радио-бренд. Утреннее шоу с черным перцем. Свободное от политики новости на любые темы. Танцевальное шоу мирового масштаба. Горячая тридцатка каждую неделю. Розыгрыши призов в эфире и большие турниры оффлайн. Выбери Радио Энерджи. Энерджи. Спасибо за внимание. Это русский хит. Только русские. Только хиты. Русский хит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова